Здравствуйте, здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Прошу обратить внимание, смотрите, полная мойка синих, перец, помидор вот ведро нарвала. Плохие, неровные, но выбрасывать ничего не буду. Понятно, что здесь такого мяса сильно большого нету, понятно, помидоры рвало, никакие руки не отмываются, в перчатках нужно обязательно, но выбрасывать мы ничего не будем. И некоторые говорят, рецепты давайте. Какие рецепты? Сейчас будем придумывать вместе. Вот этот вот такой колючий, я его еле вырвала, такой вот, видите, серенький, рябенький. И хочу показать вам, вот смотрите, вот луковица, я сегодня его вырвала, это экспериментально одна луковица, которую я оставила, это лук чернушка, который я сеяла на зелень, если его прорывать и оставлять реденьким, вот такой вот вырастет лук, но это для садоводов-любителей. Что я сейчас делаю? В первую очередь я сейчас все перемою и томаты обрежу, и сделаю вот сок томатный, как я люблю его делать, без заморочек, потому что если использовать эти помидоры, здесь кожица, здесь семечек много, и блюдо будет невкусное, поэтому я порежу, прикипячу минут 10, и потом через сито все это передавлю. Есть видео рецепт такого томатного сока. Ну, а что будем делать дальше, все вам буду показывать. Пока мою. Томатный у нас варится. Я взяла где-то 2,5 литра воды и отправлю сюда стакан соли на глаз. Перемешаю. И в этой воде сейчас нарежу. Вы нарезайте как хотите синий, хотите колечками, хотите палочками. Это, хотите напополам, но я нарежу колечками. Все, вода перемешанная. Теперь беру синий. Ну, конечно, у меня он очень большой. Если его так оставить, то вы понимаете, что колечки сильно большие будут. Значит, мы должны разрезать его. Хотите, режете вот такими вот, как дольками. Ну, я буду резать, получается, полукольцом. Толщина где-то сантиметр. Тонко не режьте, потому что будут шкурки, а не блюдо. Вот так. И бросаем в воду. Все. Ну, я не знаю, ну, 2 килограмма синих тут. И отправляем в воду. Все, синий нарезанный. Теперь вот сверху тарелку вот так. И поставьте какой-то грузик, чтобы... А может, это так вот так. Все, отставляем в сторону. Час-два. Дальше очищаю перец. Семена. И мне нужно его будет перекрутить че на мясорубку или через измельчитель. Или мелко-мелко нарезать. Сейчас очищаю перец. Ну что, я помыла, порезала. Ну, перец вы понимаете какой. Я беру на глаз. Вы берите где-то килограмм, полтора. И стакан вот такого очищенного чеснока. Это все. Можете на мясорубку, но я мясорубку не хочу доставать. Я это все измельчу через измельчитель. Не знаю, как перец, конечно, будет измельчаться, потому что он немножко вялый. Но я вам говорю, что это рецепт. Его можно готовить, как обычно. Но это рецепт называется осенний салат. То есть, когда уже все собрано. Но у нас еще не осень, а так получается, что... Так, то есть, все это сюда. И для того, чтобы лучше перебивалось, добавляете сразу чесночка. Чеснок такой, структура у него твердая и лучше будет перебиваться. Так, сюда. Я думаю, все. Вот такая структура. Сейчас я высыплю костюм. И вам будет... Надо брать ложечку. Ну вот хорошо сейчас структура видна. Такая вот. Не сильно мелкая и не сильно крупная. Ну что, вот такая масса получается. Все перетерла. И два перца. Вот видите, у меня такие маленькие, но не такие ядреные. Два перчика измельчу. Один, четыре, десять. Это все по вашему вкусу. Я люблю, чтобы блюдо было такое, знаете, остренькое. Вот именно это блюдо, чтобы было острое. Перебиваем. Так, все. Это все убираем. Это сюда добавляем. Вот это да! Вот это так воздух перца пошел. Ой! Все. Высыпаю. И пока на этом этапе все перемешиваю. Через мясорубку, пожалуйста, у вас тоже получится вот такая масса. Ну что, вот такой томат получился у нас. Смотрите, густенький. Ну, кое-где там косточка, может, меленькая проскочила, потому что через мелкое сито даже такая мелкая косточка. Но томат прекрасный. Этот томат не весь пойдет у нас на этот рецепт. Остатки я просто залью в банку, закипячу, залью в банку и все. Сейчас я вот из этой массы должна сделать более жидкую. Но добавляю томата раз. Это у нас где-то будет стакан. Два стакана томатного сока. Но не спешим, потому что здесь у нас будет сахар, соль и уксус еще. Так, и вот начинаем перемешивать. Вот эта заливочка наша, она не должна быть такая совсем-совсем жидкая. Но и не совсем густая. Надо еще маловатенько. Добавляю где-то 3 стакана. Так, ну что, пока достаточно. Сейчас я добавлю сюда сахар и добавлю сюда соль. Вот сахар. Ну, давайте перемерим ложками с горкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть столовых ложек. Потом посмотрим. Шесть столовых ложек и столовую ложку соли добавим сюда. Так. И все это сейчас ставлю на огонь. Ну вот по консистенции, ну может еще один половничек можно налить. Потому что у нас еще будет здесь уксуса. Я планирую где-то миллилитров сто, но там посмотрим. Все, отправляю это все на огонь. Синий я ссадила. Ну, не то, что там отжала прямо вообще. Ну, а чуть-чуть вот так вот, когда сливала, ручкой поджала. Синие два часа стояли. Видите, какие они мягенькие стали. Вот, они уже не ломаются. Соли, они стали мягкими. Я их не буду смывать вот эту рапу. Ну, на них она есть, пусть она и будет. Теперь, чуть-чуть черного молотого перца. Мы сейчас как замаринку. Уже закончился. Ну, что, сейчас добавлю. Перец и обязательно растительное масло чуть-чуть. Вот так. И меня спрашивали, что делать. Синие очень впитывают жир. Да, синие впитывают жир очень. Но вот, когда вы смазываете вот так, то получается, что растительное масло каждый кусочек уже обволакивает. И образуется пленочка. И вот так они будут меньше брать жира. Ну, и потом должна раскаленная быть сковородка. Все. Специи сюда добавляйте, какие вам нравятся. У меня будет здесь только черный молотый перец. Знаете, я решила, кроме перца, добавить еще, если это у нас эксперимент, я слышала, что добавляют мясную приправу и получается так вкусно. То я добавлю сейчас вот здесь специи, которые не мясные, а просто до шашлыка. И пусть это у нас сработает. Не соленая. Попробуйте на язык. Если очень соленый баклажан, тогда лучше перед тем, как наливать масло и специи, лучше промыть в холодной воде. Все. Теперь переходим к плите. И просто мы должны каждый кусочек обжарить на сковородке. Я не буду в муке панировать. Так, смотрите, закипело. Перемешиваем. Вот эту всю массу проварить минут пять. Больше не надо. Томат у нас вареный. А перчик пусть будет так, как есть. Смотрите, видите, какая масса. Вот как аджика. Как аджика. Не надо делать реже. Так, и сейчас я просто убавляла огонь. Я добавляю сюда полстакана 9% уксуса. Сейчас очень, я вам говорила, популярно 6%. Вот меня Люда, соседка, спрашивала. Боже, где найти? Еле нашла в Полтаве. Я говорю, Люда, так просто надо меньше 9% добавлять, и будет вам раствор как 6%. Так, вот полстакана добавляю. Возьмите вот немножечко себе попробовать, как же у вас получается ваш соус. Получается классным. Вот сейчас мне как бы не хватает соли, но я досаливать не буду, потому что я баклажаны не мыла. И та соль, она, соль баклажанов перекроет в сковороду. Вы можете, вот именно обжаривание синих, можно взять две сковородки, чтобы... Так, и масла немного. Так, чуть-чуть, чтобы сковородка была покрыта. На блины вот раскачиваем. И пусть хорошо прогреется. Так, смотрите, масло, я не знаю, как... Видите, как полосочками такими. Это значит, что масло хорошо раскалилось. Дым не идет, ну, вот видите, как полосочки такие вот. Это то, что нам нужно. И теперь берем баклажаны. Понятно, что стрелять они будут в любом случае. Обжариваем баклажаны с двух сторон до румяной корочки, не до черного цвета, до румяной корочки. А соус уже можно выпечить. Вы видите, он у меня кипит, я его выключаю. И стерилизуем сразу банки. Но синий будем выкладывать на тарелку. Без бумажки, без полосенца. Потому что в наш соус мы не добавляли растительного масла. Для шелковистости, для вкуса. Поэтому баклажаны у нас будут в масле. И этого будет достаточно. Ну что, все, снимаем. Я вам скажу, не буду выпендриваться. Мне удобнее в бинках. Так, вот так на тарелочку. Не надо сильно зажаривать. И смотрите, видите, вот у меня тут еще есть масло. Огонь немножко убавляю. И масла не добавляю. То есть, если вы будете обжаривать баклажаны сухие, без масла. В смысле, в маринаде не будет масла. У вас будет много брать масла. Синий обжаривается. И чтобы не терять времени, давайте будем закрывать. Банки простерилизованы. Сейчас я беру ванночку и на дно наливаю. Я люблю, когда вот этой заправочки соуса, как хотите, называйте, много. Это очень вкусно. Синенькие все тогда, знаете, так хорошенечко пропитаны этим соусом. То есть, положили несколько этих кусочков, пальчиками поджали и залили опять соусом. Итак, следующий ряд. Казалось бы, так много синих, да? Все, вот так достаточно. Горячо, но ничего. Так, и наливаю этот маринадик. Все, пока прикрываю и в сторону отставляю. Следующую банку беру и продолжаю. Вот в эту банку неполная она. Синих у меня не хватило. Много подлива, синих не хватило. Ну, не страшно. Значит, в эту банку я насыпала синие, которые остались. И соусом залила, простерилизую. Это мы с вами будем пробовать. Что у меня получилось дальше? Литровая банка, две пол-литровые. И литровая банка томатного сока. Это все тоже я... Томатный сок можно закипятить было и просто залить в банку стерилизованную и закатать. Но я это все простерилизую. И вот что у меня осталось. Смотрите, сколько соуса еще осталось. И томатный сок. Томатный сок просто красавица. Я чуть-чуть добавлю сюда томатного сока. А это оставлю сейчас... Меня очень любит муж томатный сок. Это прокипячу и оставлю. Завтра добавлю синие хоть кружочками. Как на основании этого можно приготовить икру. А вообще, честно говоря, вот это можно закрыть эту массу, как аджика будет. Прекрасно. Добавить сюда немножечко еще хрена. И яблочко. Посмотрим. Может на основе вот этого соуса я завтра что-то такое вкусненькое приготовлю. Сегодня это все остывает и отправляется в холодильник. Эти банки мы ставим стерилизоваться. Ну, здесь получилось немножко неправильно. Смотрите, литровая банка и пол-литровые банки. Значит, если это мы должны стерилизовать минут 10, а литровая 20, то по кругу я простерилизую 15 минут. С момента закипания при температуре где-то 95 градусов. Не бурное кипение. Все. Время стерилизации вышло. И давайте будем закатывать нашу вкуснейшую консервацию. То есть закатываем и проверяем качество закатки. И опять же таки под шубу. Под шубу, под одеяло, под плед. До полного остывания. А та баночка, которая у меня открытая, мы с вами обязательно попробуем, когда полностью остынет. Так, все вытираем, проверяем. Кипело, главное, чтобы не текло. Смотрите, какая красота. Сколько много у нас тут соуса. Ммм, этот соус просто вкуснейский. Я хочу сказать еще одно. Видите, у меня соус не ярко-красный, потому что в основном у меня был зеленый перец. Для вот такой вот консервации нужно использовать, конечно, красный перец. Он тогда делает красивый. И вкус лучше, конечно, мясистого перца, если вы мясистый перец используете. И, конечно же, цвет. Что, мои хорошие, все приготовилось, все остыло. Вот такая консистенция. Смотрите, соуса много. Синенькие прям протекают этим соусом. Тарелочка. Баночку открываем. Капруновая крышка здесь у меня. И ложечкой вот сейчас я достаю эту вкусность. Вот она. Ой, какая красота. Раз. Много не буду брать. Вот как это все выглядит. Я вам сейчас покажу, ребятки. Смотрите, как сочно. Как красиво. Вот кружочки эти все сохранились. Ну, конечно, когда будете... Я готовила с таких больших баклажан. Старайтесь брать, чтобы небольшие баклажанчики были. Все, хватит болтать. Давайте будем пробовать. Вот от маленького кусочка. Синий не разваливается. Синий довольно-таки упругенький. Пробуем. Что хочу сказать по соли. Я ничего не мыла баклажаны. Просто слила, отжала и все. По соли просто то, что нужно. Очень вкусно. Хочу сказать. На огороде, если Бог дал, что выросло, ничего не выбрасываю. Если вы живете в квартире, купили в холодильнике, у вас там завалялся где-то синий или перец немножко привял, никогда не выбрасывайте. Вот такое блюдо можно приготовить, как покушать сразу и как в заготовку. Все, мои хорошие. Я думаю, что любителям остреньких закусок и синеньких, но я вам скажу, что это не тещин язык. Огонек в народе называют. Нет, это совсем другое, потому что здесь намного больше соуса и соус здесь более жидкий. Так что, если вам понравилось это видео, пожалуйста, приготовьте. Приготовьте маленькую порцию. Я сейчас буду все это переписывать, потому что я готовлю все на глаз. Вот я вижу, пробую, ну а вам дам точный рецепт. До свидания, до новых встреч. До побачения, до новых застречей.